всем привет с вами про геймеры в этом видеоролике расскажу вам как легко очень просто сделать превьюшку в стиле игровой тематики но перед началом видеоролика не забудьте поставить лайки подписаться на мой канал мне будет очень приятно но мы начинаем сам видеоролик и так переходим photoshop сразу же что мы сделаем так это вот у нас все наши объекты за счет которых у нас и будет произведется сама превьюшка вот превью достаточно красивые как бы ничего сложного тут нету вот начало мы закидываем обычные размытый фон и если что еще раз напомню все исходники будут в описании то есть psd-шки psd с видоса превью которая и которую я делал в видосе то есть все psd-шки будут в описании можно спокойно скачать вот тут мы сделаем давайте перекрытие непрозрачность 50 можно 43 можно здесь как бы без разницы как вы хотите я поставлю 15 дальше размещаем персонажей немножко конечно кривовато идут вырезки то есть ну ладно в принципе этого сойдет будет нормально далее еще одного персонажа размещаем примерно вот как-нибудь так вот дальше их можно закрыть тебя все это дело то что мы разместили это нам уже больше не понадобится и давайте разместим финальные штрихи которые которые нам еще пригодятся это цветокоррекция но хоть ее можно добавить чуть попозже то есть вот так что я начну сразу с текста текст и обеда дыма пока то есть экстра italic вот сразу вам скажу этот шрифт будет также в описании по ссылочке вот ну я думаю у вас есть так как он довольно распространенный и есть у большинства дизайнеров как бы скачать его нет никакой трудности если даже у вас его нету если что вот тут интервал минус 22 между буквами также заглавный капсулы и текст будет у нас вот размещаем на минус 2 градуса ставим давайте делаем тиснение будем создавать свой уникальный стиль слоя который крайне очень простой будет если вы знаете то у меня достаточно много видеороликов по созданию крутого текста вы можете посмотреть их на моем канале и посмотреть вы научитесь достаточно многому если посмотрите все 200 штук вот вас сразу же будет уже сразу будете понимать что как зачем почему как делается то есть у вас уже дальше в голове будет заранее прорисовывается вся схема как это будет делаться вот градиент у меня свой который я сделал заранее то есть чтобы потом с цветами не париться то есть заранее все найти тень так и сейчас настроим ход угол 120 так и оставим как бы непрозрачность только изменим нажимаем окей все дело копируем и сейчас мы просто изменим текст вот я специально не добавляю на задний план музыку чтобы вы четко меня слышали так как я не обрабатываю свой звук то есть как я озвучиваю я не обрабатываю чтобы не терять время потому что в день достаточно много видеороликов делаю то есть времени нету совсем на монтаж так что заливаю их сырыми думаю для вас это как бы не столь важно вам лучше понять как они делаются то есть как делается сама работа особо с видосом как бы думаю вам насчет этого переживать не стоит главное чтобы вы просто понимали что к чему вот текст у нас уже готов сейчас мы тут ставим мягкий свет это на потом мы оставляем тот опять же переносим вниз так давайте делаем размытие в движении еще необходимо поменять цвет будет тут здесь можно сделать как бы либо мягкий свет либо перекрытие но потом если что все мелкие косички мы подкорректируем вот так уже первые практически пять минут видеоролика уже прошли то есть первая часть видоса прошла уже тут давайте поставим перекрытие непрозрачность 29 сойдет в принципе так здесь мы поставим знак равно то есть вот просто равно знак у нас будет стоять также делаем минус 2 градуса угол и чем быть ну на мутинку не самый простейший стиль градиент у меня уже заранее сохранен я в принципе подготовился к видеоролику то есть не просто же так все сделать на рандом это будет не очень круто вот тут мы просто меняем непрозрачность и цвет режим наложения можно стать в принципе такими же также изменим размер тиснения обводку делаем под себя все соответственно так серый цвет поставили дальше нам теперь необходимо сделать градиент наложить и можно уже с тенью там не париться настройки тени те же самые оставить хотя даже тень можно не включать но есть честно не нужно я забыл везде масштаб делать стопроцентный тут конечно не досмотрел до конца невнимательно это посмотрим ну ладно как бы не столь важно ты такой мелкий косячу ну вот тень оставлю такой как бы ладно уж можно и не добавлять было то есть по желанию давайте сейчас делаем свечение нашему тексту и потом дальше делом свечение знаку равно так берем кисть меняем цвет такой желтоватый сделаем здесь и здесь вот так проведем давайте-ка изменим теперь режим наложения непрозрачность можно хотя даже просто оставить так на мягком свете но непрозрачность все равно придется поменять дальше нам теперь необходимо сделать для тени ой для знака равно свет просто белым светом и делаем так и ну тоже на мягкий свет можно можно экран оставить только уменьшить непрозрачность вот как-нибудь так еще составлю потом в исходнике вам кое-какие моменты подкорректировал если будут ошибки чтобы вы понимали как чему то есть наилучший результат вам дам оставлю вот дальше можно уже некоторые детали добавлять тут мы все это дело объединим так давайте увеличим размер текста и свечение ну согласитесь это очень маленький текст на превышке но это как-то не очень будет смотреться то есть слабо читаем и придется сколько-то время тратить на то чтобы все это дело прочитать но это не очень будет так сами думаете уже вот давайте немножко еще подкорректируем положение персонажей тоже в принципе важный такой момент ну и добавим цветокоррекцию вот тут мы немножко тоже подкорректируем видим где-то поменяем сейчас непрозрачность для того чтобы было действительно все очень красиво смотрелось то давайте изменим на перекрытие и изменим тоже непрозрачность чтобы слишком сильно в глаза не бросалась на 29 приблизительно вот так вот мне конечно немного не нравится сейчас положение текста как текст какой-то то ли в размере не тот то ли это слишком неровно расположен как бы вот я обязательно все это подредактирую все мелкие косички чтобы вам предоставить уже финальный результат чтобы все было максимально красиво опять же повторюсь вот если вам понравился видеоролик не забудьте про лайкать его обязательно и подписаться на мой канал мне будет очень приятно тут как бы уже в принципе все сама работа вот она разве что только можно корректировать мелкие косяки вот этом все спасибо каждому человеку который досмотрел видеоролик до самого конца с вами был про геймер поделитесь видеороликом с друзьями всем до новых встреч